Мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны Казанский университет был местом, где проводились самые передовые научные исследования в области физиологии. В вмещениях вуза с 1941 по 1944 год располагались эвакуированные в Казань. В то время Институтом эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности и Физиологическим институтом имени Павлова Академии наук СССР руководил выдающийся академик Леонар Белли. Он оперировал раненых и читал лекции врачам госпиталей о физиологических основах травматического шока. На кафедре физиологии человека и животных Казанского университета в военные годы проводились фундаментальные научные исследования по изучению закономерности возбуждения и торможения в нервном мышечном аппарате. Ученые исследовали влияние на организм недостаточного снабжения кислородом, взрывной волны, стимуляторов центральной нервной системы и многое другое. Стремление ученых улучшить обеспечение фронта и тыла продовольствием проявилась и в работе специальной комиссии. Перед ней была поставлена задача выявления дополнительных пищевых ресурсов. Сотрудники кафедры в военное время много работали на трудовом фронте, в подсобном хозяйстве, на разгрузке дров с барж. По вечерам сотрудницы кафедры шили белье для участников боевых сражений. Учебная работа в ВУЗе в тот период велась в ограниченном объеме. Так, на кафедре физиологии училось всего 2-3 студента. Анна Климина, Универ Ньюз.